Меры по обеспечению безопасности на дорогах области и работа миграционной полиции. Эти вопросы обсудили на последнем в этом году заседании консультативно-совещательного органа при областном департаменте внутренних дел. В зале собрались полицейские и члены общественного совета. Они проводят последнее в этом году заседание консультативно-совещательного органа при областном ДВД. В режиме онлайн на связи начальники всех районных отделов внутренних дел. На повестке дня два вопроса. С докладом выступает начальник управления административной полиции Даурен Казбеков. Говорит, в этом году число дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 34 по сравнению с 2015. По итогам 11 месяцев 2016 года на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 204 дорожно-транспортных происшествий, в которых 36 человек погибло и 261 человек ранены. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года достигнуто снижение по всем трем показателям. По количеству ДТП на минус 14 процентов, погибших на минус 12 процентов и раненых на минус 8 процентов. В области принимаются меры по профилактике ДТП. Например, в Петропавловске в этом году реконструировали и установили три светофора, заменили 20 остановочных павильонов, обновили 44 дорожных знака пешеходный переход, поставили 27 запрещающих. Есть о чем рассказать и миграционной полиции. С начала года в области зарегистрировали почти 21 тысячу иностранцев. Все они временно находились на территории Северного Казахстана. Это, кстати, на 3 процента больше, чем в прошлом году. Выдано 2668 разрешение на выезд на постоянное место жилья за пределы страны, в том числе 215 гражданам дальней зарубежья. Одним из эффективных мер контроля за въездом и выездом и пребыванием иностранцами является единая информационная система «Беркут», которая позволяет осуществлять учет и контроль за иностранцами, начиная с въезда до мест пребывания и выезда. Рассказал яркий Тай Туткушев и о фактах двойного гражданства. С начала года в области выявили 530 таких случаев. 80 человек привлекли к административной ответственности. Проводят стражи порядка и специальные операции. Все они направлены на выявление граждан, которые находятся в нашей области незаконно. Это мигрант, нелегал, гастарбайтер. Денис Севков, Присодействие пресс-службы областного департамента внутренних дел.